Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня в середине дня наш коллега из Ростова-на-Дону, трейдер Владимир Мудряков. Владимир, приветствуем вас! Добрый день, Игорь Николаевич, добрый день, участники, которые смотрят. И слушают, потому что на фоновое телевидение часто идет звук. Коллеги, надо включить обязательно изображение и посмотреть. Мне кажется, на слух трейдинг могут воспринимать только уже практики, которым аналитика и так не нужна. Я понял. Да все по-разному. Так что, друзья, мы начинаем. Владимир, вам слово. Что интересного на рынке? Добрый день. На рынке что интересного? Давайте с демонстрации начну. Самое интересное у вас в чате, на рынке так себе, боковичок пока. Из прошлых сделок, которые уже были совершены, то есть законченные, то, что брал на прошлой неделе, это евро-доллар. Со второй попытки первый у меня здесь был стоп, причем пятое число – это какой день недели? Четверг, да? То есть это не во время эфира было. Здесь получил стопик, потом была частичная фиксация отсюда держал, четверг весь держал и в пятницу вынужден был закрыть эту позицию, чтобы не переносить через выходные повышенные риски. То есть это, в принципе, все, что я взял на прошлой неделе. И продолжая удерживать Сбербанк, была попытка докупиться своей позиции, которую удерживаю. Но остаток не всю позицию, а часть этой позиции от 22-140 плюс-минус там копейки. Но удержаться не смог. Был у меня заход, вот здесь заходил, но также закрыл эту позицию и не стал переносить с повышенными рисками. А сейчас вот классика трейдинга происходит, что называется, уже не первый раз такое происходит, когда ждешь пунктуально, чтобы цена подошла, желание войти через лимитку, отложенный ордер, так называемое дно поймать на рынке, цена не доходит в сущие копейки и уходит пока без тебя. Но эти моменты позволяют тренироваться, высиживать в плане того, чтобы не совершать каких-либо ошибок, что для трейдинга очень важно и значимо. Поэтому по Сбербанку в целом, ну раз я уже перешел на него, на дневном графике, я считаю, это идет нормальная коррекция. Пока никаких опасных вещей для себя не вижу и надеюсь, что пойдет дальнейшее движение. Потому что очень быстро подошли к первой цели в районе 23200 и вот такой хороший затяжной боковичок мне только на руку, потому что после таких коррекций я рассчитываю, что пойдет дальнейшее движение вверх. По крайней мере, на это надеюсь. Собственно говоря, Сбербанку удерживаю. Ну, по позициям, где рассмотрел вход, написал, чуть-чуть не дошли. Если кто-то заходил заранее, либо там по каким-то другим вещам, надеюсь, что вам повезет. Давайте теперь перейдем к нефти. Нефть – это мое сейчас самое большое разочарование, собственно говоря, из-за той же ситуации, как и со Сбербанком, когда не дошли в точки, где я планировал войти, 6 пунктов. Но я об этом еще рассказывал на вашем эфире, да? А, нет, это вот во вторник как раз таки и случилось во время вашей трансляции. Тогда очень сильно попал на эмоции после троллей, которые набежали. В этот раз я более подготовленный, не получится меня вывести. И еще и нефть вечером добавила в плане того, что я ждал точку входа. У меня здесь был отложенный ордер, стояла зона, где я ждал разворот, 57,2. Нефть не дошла, 6 пунктов. И потом вот так стремительно улетела. Ну, мне осталось радоваться за учеников, которые смогли взять. И очень хорошо во время практики, которая закончилась уже с теми, кто обучался фьючерсами, заработали на этом движении нефти. И повторно еще взяли движение в пятницу, потому что нефть тоже очень хорошо подошла. Сейчас с текущей позиции я лично жду среды. Надеюсь, какого-то выноса вниз и с дальнейшей движения вверх. То есть нефть я рассматриваю только от ланга, как все это длительное время, когда был боковик. Я не лез, ждал свои точки входа, но вот так бывает. 6 пунктов не дошли, потом очень быстро, V-образно отлетели. Не рассчитывал на это, но это рынок, как говорится, главное не глупить. Придет другая точка входа, спокойно ждем. Поэтому любую какую-то резкую коррекцию я буду рассматривать как потенциальную точку входа. На сегодня интересных моментов я не вижу. То, что мы пилим зону 65,5, 65,7, которая у меня отмечена, это был такой первый значимый тейк от точки входа 57,2. То, что идет долгая пила, это тоже замечательно, говорит о больших шансах на продолжение роста. Поэтому, если не сделает подарок, и мы каким-то резким импульсным упадем вниз, в идеале бы не сходили, конечно же, ниже 61,1. Можно пробовать выкупать, конечно же, со своими рисками. То есть заранее сказать, с каким стопом заходить я лично не могу. Я уже сужу по рынку. В том плане, рынок может импульсно туда лететь, и против какого-то мощного импульса я, конечно же, на вас снова входить не буду. Дожидаю свое подтверждение. И в зависимости от того, где у меня уже отмена, рассчитываю, с каким объемом депозитов входить в позицию. Но в целом я не за продолжение и любую коррекцию рассматриваю как потенциал покупки в лонг. Доллар-рубль. Не получился пробой. Когда мы, также это вот был как раз-таки прошлый вторник, сделали хай. У меня была слабая промежуточная точка, от которой я лично рассчитывал небольшую коррекцию и дальнейший рост. Но вот получился разворот, и сейчас идет хорошее сильное укрепление, против которого я пока не вижу смысла заходить в лонги. И у меня еще есть цели ниже по валютной паре. То есть доллар-рубль я рекомендую рассматривать исключительно на валютной паре. Вчера и сегодня мы подошли как раз к зоне, которую я называл 65,3. Все это у меня отмечено заранее. Я ничего не двигаю, не перемещаю для тех, кто смотрит мои утренние обзоры. Рассчитываю, если произойдет отскок 65,9, отсюда можно будет рассматривать шорт. Цель внизу, она там больше, чем на тысячу пунктов имеется. Поэтому шанс по доллар-рубль сохраняется. На снижение. По РТС. По РТС, ну в целом, как и по рынку, акция это Сбербанк, Газпром. Конечно же, я больше рассматриваю на лонги. Ну и в целом, наверное, как патриот, мне всегда проще смотреть и торговать именно растущий рынок. Потому что я в том числе занимаюсь и долгосрочным инвестированием без стопов, без плечей, только в лонг. По классике жанра, что называется. Поэтому любой рост мне на руку и психологически мне комфортнее торговать сейчас от лонга. Что касается момента для входа по РТС, я приглядываю за 132,500. Откуда может пойти дальнейший рост. Но ни в коем случае я не спорю с рынком. То есть я, как показывал с Сбербанком и с другими инструментами, в которые вхожу. Даже вот здесь в самом начале про евро-доллар, когда рассказывал, если цена не идет в мою сторону и нет возможности управлять позицией в плане там хотя бы перевести в безубыток, либо подстраховать, я не спорю, я фиксирую, ничего не пересиживаю. Потом рынок дает возможность, захожу заново по более выгодной цене и тогда уже только прибыльную позицию высиживаю. То есть убытки высиживать или пересиживать – это не ко мне. Так, за Сбербанк сказал, за РТС сказал. И последний инструмент – Газпром. Вот если честно, в Газпроме я вижу максимальный потенциал на рост. Но, как мы знаем, Газпром в последнее время, после его вылета со 170 рублей, когда он был по акциям, за 170 точнее, сейчас он очень часто любит делать длительную проторговку, после которой резкий стремительный рост. Длительная проторговка, какая-нибудь коррекция, резкий стремительный рост. Я лично рассчитываю, что сейчас что-то подобное произойдет, поэтому за Газпромом я пристально наблюдаю каждый день в надежде поймать рост. И любые сильные откаты я пытаюсь выкупать. Да, не всегда получается сейчас в них усидеть, но это уже управление риска, что называется. На сегодня вот зона небольшая отмечена, которую я также буду рассматривать. Даст возможность входа в лонг, постараюсь, и буду надеяться на импульс. А там как пойдет, посмотрим. Это что касается рынка. За прошлой позиции рассказал, за текущее введение рассказал. Ну а теперь перейдем к самому интересному, к вопросам. Хорошо, спасибо большое, Владимир. Давайте посмотрим, какие вопросы. Оксана пишет, Владимир, сделки на графике покажите по евро, пожалуйста. Оксан, ну если вы разбираетесь с терминалом КВИК, то вы прекрасно понимаете, что я их уже не могу показать, так как терминал КВИК сделки не переносит с одной торговой сессии в другую. Если хотите, я могу сейчас найти скриншоты. Вы можете посмотреть мои утренние обзоры. Получается, в позиции я был какого? Пятого числа. Ну вот, значит, тогда я и показывал шестого числа эти сделки в прямом эфире. Сейчас я могу показать только скриншоты. Ну а здесь большинство скриншотам не верят, считают, что это нарисованы. Поэтому, если Игорь Николаевич согласится, я могу вот показать. Нашел два скриншота, как я был в позиции. Да, конечно, давайте посмотрим. Вот это первый скриншот, когда я заходил в евро-доллар. Так, видно? Сейчас проверю. Да, видно. То, о чем говорил. Первый получил небольшой стоп. Потом сделал частичную фиксацию, потому что у меня была здесь первая цель. Это ни в коем случае не отбить предыдущий убыток. Я таким не занимаюсь. То есть, прошлая сделка для меня прошлое. Каждую новую я рассматриваю как отдельную. То есть, вот первая частичная фиксация 5-го числа. И потом... Так, это что? А, это вот, собственно говоря, евро-доллар, когда первый стоп получил. То есть, я все свои сделки делаю скриншот. И вот оставшаяся часть, как видите, уже на следующий день, в пятницу, ничего из терминала не отображается. Это особенности московской биржи, в частности, терминала КВИК. То есть, это не метод трейдера. Вот, закрытие было всей позиции, через выходной не переносил. То есть, итог здесь сколько? Там 0,49 пунктов, кажется. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Владимир. Гость 34 пишет. Магнит можно посмотреть куда, докуда? За магнит смотреть можно. Он у меня в портфеле есть, но он у меня уже настолько долго, что я, если я не ошибаюсь, два или три раза уже по нему получил дивиденды. Но для меня это бумага... Я не вижу от нее смысла избавляться, потому что куплен он у меня, вот сейчас смотрю в портфеле, по 3600, сейчас 3500, плюс-минус мой вход, и в инвестирование я не продаю с убытком акции. Дивиденды получаю, потенциал есть, срок инвестирования у меня десятилетие, поэтому я держу. Если вы рассматриваете какие-то внутридневные, спекулятивные торговли, для меня это фьючерсы, вот эти шесть инструментов, по которым я веду аналитику. Все остальное для меня это долгосрок и без стопа. Понятно, понятно. Ну, временной горизонт ваш понятен, вы собираетесь жить вечно, поэтому... Нет, я не собираюсь жить вечно, вообще не вижу в этом никакого смысла. Я понял. Ну, я к тому, что временной горизонт инвестирования магнит-десятилетия, это здорово, это здорово. Совершеннолетие детей, дальше пускай они мучаются. Я понял вас, я понял. Ну, мы все думаем о детях, и это здорово. Спасибо большое, Владимир, вам за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня, удачи сегодня. Спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго. Спасибо.